Добрый день на часах 13.06. Это программа интервью, что нередко бывает именно в это время. Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник сегодня Владимир Быков, председатель законодательного собрания Кировской области. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть видео и аудиотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы с помощью специальной формы можете задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Хочу начать со следующей темы, с темы, которую мы сегодня обсуждали в программе «Дневной разворот». Это очередной шестой по счету рейтинг «Люди года-2016», составленный газетой «Бизнес-новости в Кирове». Я сейчас смотрю, и вы тоже ознакомились перед нашей беседой. Вы на третьем месте в номинации «Политик года» и на четвертом месте в номинации «Чиновник года». Как вы вообще относитесь к разнообразным рейтингам, к данному перечню? Это приятное для вас событие оказаться в этом списке? Я могу сказать, что оказаться в списке любого рейтинга, наверное, событие, с одной стороны, приятное, с другой стороны, и неприятное. Почему? Если ты оказываешься последним в этом рейтинге, то тогда какой-то осадок остается. Если ты где-то в середине или в верхней части этого рейтинга, то, наверное, думаешь, да, действительно, что-то ты делаешь правильно, и нужно двигаться дальше. А если ты оказался в нижней, и тебе еще немножко неприятно, то нужно задуматься и сделать какие-то определенные выводы, чтобы с этого места перемещаться вверх по этой градации. В номинации «Чиновник года» по сравнению с предыдущим перечнем прошлогодних мы потеряли две позиции, например, а в номинации «Политик года» одну позицию, потому что мы на втором месте были. Ну, видите, появляются новые политики, появляются, или можно сказать даже так, что вот если я на новой работе сегодня, и мы пока еще в полном объеме не вникли в те проблемы, которые происходят, ну, наверное, здесь и закономерно, можно сказать, об этом. Хотя я вот сильно не переживаю, что я там стал на третьей позиции, там на четвертой позиции. Надо просто работать над теми вопросами, которые ставит перед тобой время и жизнь, и я тогда уверен, ну, посмотрим. Но впереди люди довольно сильные, поэтому я думаю, что... В главе тут же временно исполняющий обязанности, да, Игорь Васильев, в обоих номинациях я имею в виду. В обоих номинациях, но и депутат Азимов, который, ну, собственно говоря, очень набрал большой процент на выборах и победил в северной части нашей области. Поэтому я думаю, что нужно просто работать. Но так или иначе, в официальном смысле вы второе должно становиться в области. В официальном смысле, да. Как спикер в ЗС. Да. Вот как раз-таки о вашей работе в роли писателя Законсобрания сейчас хочется поговорить. Это ваш первый визит в этой должности в нашу студию. Я надеюсь, что не последний. Вы неоднократно, будучи главой города Кирова, говорили о том, как строится ваш рабочий график, во сколько вы встаете, во сколько вы на работу приходите. А вот сейчас, как жизнь ваша устроена в рамках должности спикеров ЗС? Ну, график мой не изменился. Единственное, что он поменяется после Нового года, потому что нужно будет уже в роли председателя законодательного собрания поехать в регионы... По районам или регионам? По районам. Извиняюсь. По районам и разобраться в тех вопросах, которые там сегодня происходят. В принципе, я Кировскую область знаю достаточно хорошо, потому что, будучи военным комиссаром области, я проехал все районы. С 2001 по 2007, я помню. Да, с 2001 по 2007 год. Исходя из этого, географически, да, а то, что вот сегодня изменилось, то, что сегодня происходит, мне и как лидеру партии «Единая Россия», нашего региональной части, тоже интересно, что же происходит в районах. Поэтому вот на сегодняшний день работа велась, я побывал в одном из районов, в этом Мурашинском районе, вместе с временно исполняющим обязанности губернатора. Но основная работа велась это по принятию бюджета в Кировской области. Вы знаете, что 1 декабря мы его приняли, 22 декабря будут внесены поправки по итогам, по бюджету 2016 года. И, собственно говоря, бюджет принят, начинается работа по исполнению этого бюджета. И я думаю, вот здесь, наверное, будет все гораздо интереснее, и более будет, будем говорить, как энергично. И, наверное, мы посмотрим, и некоторые будут ношуства введены, это будут и выездные заседания. А какие вопросы будут, в первую очередь, рассматриваться в ходе этих выездов в районные центры? В районные центры? Чем живет район? Какие проблемы? То есть вы прием какой-то будете организовать? Мы не только будем организовать прием. Мы первое, что сделаем, сразу после новогодних каникул пригласим всех председателей районных дум. И вместе с ними проговорим о тех проблемах, которые у них существуют. Потому что сегодня районные думы тоже влияют на принятие бюджета района. И в какой-то степени они становятся таким важным звеном в исполнении бюджета. Поэтому ко мне уже обратились не один председатель районной думы с тем, что нужно встретиться, нужно проговорить, нужно оказать какую-то юридическую помощь. Поэтому первое, что мы сделаем сразу в окончании новогодних каникул, соберем всех председателей районных дум и с ними определить. Тогда уже наметим, в какой район первый мы поедем уже как законодательное собрание. То есть основные какие-то болезненные точки, да? Основные вопросы, которые вот на сегодняшний день волнуют председателей районных дум. С ними такого еще никогда не проводилось. Это был первый опыт, потому что обычно собирают глав районных, есть ассоциация, где там тоже собираются только главы, а председатели районных дум как-то были в стороне. Поэтому мы определились и решили, что они должны тоже участвовать в этой жизни более активно. А как к вам руководители районных дум обращаются? Вот я вспомнил о том, что на первой встрече временно исполняющий обязанности губернатора прям раздал мобильный телефон своему, свой главам районов. У вас такое не практикуется в законодательной ветве власти? Мой мобильный телефон, наверное, знают все. Поэтому все главы наших районных дум, они, ну, по крайней мере, я для них доступен, открытый, и здесь никаких проблем нет. То есть они могут, в общем-то, без особого труда выйти на вас? Да, да. Поэтому здесь уже много-много лет номер один и тот же, поэтому каких-то таких проблем нет. 6 октября, то есть 2,5 месяца назад, вы были избраны председателем областного законсобрания. На церемонии вы сказали, обещаю, что буду работать в тесном взаимодействии с губернатором Кировской области, правительством области, на благо жителей региона. Как, хочу спросить, складываются взаимоотношения в данный момент с временно исполняющими обязанностями? Я могу сказать, что взаимоотношения складываются хорошо, есть понимание всех тех вопросов, которые нам вместе, еще раз повторяю, вместе нужно решать. И те задачи, которые стоят перед руководством области, они также стоят и перед законодательным собранием. Поэтому каких-то, мы будем говорить, противоречий их нет. И я сторонник того, что нужно всегда находить понимание в решении тех вопросов, которые необходимы для жителей. И яркий пример тому вопросу, что когда мы начали рассматривать вопросы того, ну, будет быть, знаменитого вопроса, когда все стали говорить, что учителей решили выплату или компенсацию. Ну, об этом мы чуть позже, да, поговорим. Значит, было принято полное понимание этого вопроса. И пока не разберемся со ставками тарифов, значит, этот вопрос не рассматривается. То есть, это пример тому, что мы ищем, и, по крайней мере, я стараюсь решать все вопросы так, чтобы у нас было понимание в тех задачах, которые стоят передо мной. И я, естественно, могу сказать лишь одно, что все те федеральные средства, которые можно привезти в регион, их можно привезти только, обладая вот таким двойным действием. То есть, губернатор через свои, будем говорить, губернаторские полномочия, а мы через полномочия законодательной власти, которая должна ввести поправки в бюджет или, например, принять решение о выделении каких-то средств для проведения софинансирования по тому или иному проекту, это нужно делать. Это нужно делать сегодня очень оперативно для того, чтобы эти средства завести в регион и решать... Это сейчас первоочередная задача привлечения дополнительных денег, да? Это первоочередная задача, о чем говорит и губернатор. Мы видим, что когда принимали бюджет, ведь мы выполнили условия, которые были поставлены Министерством финансового, принять кредит. И очень хорошо, что вот уже сегодня мы получили бюджетный кредит. То есть, в принципе, мы не будем тратить те миллиарды, которые пошли бы на обслуживание, будем говорить, кредита, который мы брали бы в банк. Бюджетный кредит на сумму 14 миллиардов. 14 миллиардов, да, миллиардов, что позволит нам, в общем-то, решать вопросы. Они взяты на три года, поэтому мы понимаем, что этот кредит тоже нужно возвращать, но возвращать, конечно, без тех процентов, которые... 10-11 процентов, которые давали нам средства. А здесь речь идет о десятых процентах, да? А здесь 0,5 процента. 0,5 процента. Вопросы бюджетные мы продолжим обсуждать, но после небольшой паузы. Продолжается программа интервью. Я беседую с Владимиром Быковым, председателем Законодательного собрания Кировской области. Напомню, что на сайте kirov.ru есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. В начавшем недавно работе в шестом созыве ОЗС было уже немало резонансных тем, вот уже начали говорить о теме компенсации сельским учителям. Как сейчас обстоят дела с данным документом, с этой темой? Чего ожидать? Ожидать одного, разобраться с тарифами, вот этим вопросом сейчас и занимаются. А на 2017 год в бюджете в нашей области в полном объеме запланированы средства для компенсации по текущим затратам. Поэтому, как только разберемся с тарифами, и тогда уже будем переходить и рассматривать этот вопрос дальше. Пока тема закрыта. Говорить конкретный год, говорить конкретное время, пока еще предупреждено. Вы знаете, тарифы меняются раз в году, поэтому мы должны на сегодняшний день смотреть и с той экономической составляющей. То есть по разным котельным разная стоимость гигакалорий. Поэтому разберется правительство, и тогда уже мы будем смотреть, стоит выносить этот вопрос для рассмотрения или нет. Не могу не вспомнить недавнее противостояние депутатов областного парламента по вопросу ежемесячных компенсаций депутатам на осуществление депутатской деятельности порядка 10 тысяч рублей в месяц. В итоге большинством голосов компенсации были отменены. Мы слышали много сказанного по этому поводу от представителей оппозиционных партий. Но ваша позиция неизменна остается? По-прежнему считаете, что эти деньги можно направить на более благие дела? Моя позиция неизменна. Мы эти деньги направили на детский спорт. Тем более, что представители оппозиции от партии ЛДПР, они также высказывались о том, что тот, кто желает, пусть от этого откажется. Поэтому принято решение, я считаю, правильное решение. И те компенсации, о которых говорят наши оппоненты, я могу сказать так, что если человек приезжает из района, ему оплачивается проезд, ему оплачивается проживание на время проведения сессии. Поэтому здесь никто ни в чем не ущемляет. Поясните, пожалуйста, по процедуре, каким образом УЗАС может направить деньги, высвободившись, на тот же детский спорт? То есть речь идет о порядке 7 миллионов рублей, да? 6,8 миллиона рублей при формировании бюджета, которые планировались идти в бюджет законодательного собрания, они переведены на статью спорта. Уже это сделано? Да, это уже сделано, и в 17-м году эти средства переведены в Министерство спорта на статьи, которые пойдут по расходу. И Министерство спорта уже по своему усмотрению, да, сейчас оно, исходя из своих компетенций будет? Мы определили для детского спорта. То есть вот эти пойдут, да, детские школы, для организации проведения соревнований, на выезд команд, я имею в виду не профессиональных, а детей. Ясно, еще одна тема, тоже связанная с работой за собрание, зазвучавшая прошлой весной, это введение принципа, поправьте, если ошибаюсь, адресности, да, при предоставлении выплат и компенсации, там, тоже, по тем же детским садам. Тоже ведь непросто принималось это решение? Ну, решение принималось непросто, но на сегодняшний день мы говорим о том, что это не только в нашем регионе, но и вообще мы говорим о том, что должна быть помощь не такая, что там вот размазали каждому по кусочкам, а именно она должна тем людям, которые действительно нуждаются. Поэтому это решение принято, я думаю, что на сегодняшний день уже об этом, наверное, и разговоров практически нет. Ну, вопрос в дальнейшем может встать за то, чтобы вернуть все, как было, и при каких условиях это может произойти? Это может произойти при условиях, будем говорить, развития, если будет складываться экономическая ситуация, будем говорить, с наполняемостью нашего бюджета, с решением всех тех запросов, которые стоят, мы можем вернуться к рассмотрению этих вопросов. Но, с другой стороны, нужно, мое полное убеждение, нужно делать таким образом, чтобы была достойная зарплата, и чтобы мы меньше создавали людей, которые, как бы сказать, рассчитывали или думали о том, чтобы не заработать, а именно получить какую-то льготу. У нас есть очень многие люди, которые нигде не работают, занимаются какой-то такой общественной деятельностью, непонятно, куда получают деньги, не платя никуда налоги, но не получают медицинское страхование, то есть они получают те блага, которые должны, в общем-то, получать, если они где-то работают и хотя бы платят на НДФЛ. Но об этом в последнее время активно и правительство региона говорит, то есть вы едины в этом подходе? Мы едины в этом подходе, и не только правительство региона, это и в стране сегодня говорят о том, что нужно вот этих людей всех, которые там кого-то осуждают, вывести и сделать прозрачным их труд и показать, откуда, за какие источники вы живете, почему вы не платите, почему вы пользуетесь теми, будем говорить, услугами, которые предоставляются, ну не адресно. По крайней мере, человек, если работает, то он имеет полное право получить ту или иную услугу, а если он не работает, то непонятно, на что живет, то надо разобраться с этим вопросом. Закономерный вопрос, каким образом областное законсобрание будет работать в этом направлении? Не знаю, проще сказать, как оно будет добиваться повышения доходов жителей Кировской области? Ну, я еще раз хочу сказать, это все зависит от развития и создания новых рабочих мест. Вот мы говорим, как мы будем этим заниматься. Вот у нас построен новый завод, да, правительство в области... Вы имеете в виду сейчас абстрактный завод? Да, причем абстрактный, он есть, Алмаз Антей построил завод, который сегодня там набирает обороты. У нас есть недостроенный завод плазмы крови по переработке, значит, нужно решать вопросы, правительство этим занимается для того, чтобы открыть этот завод. У нас построены промпарки, и сегодня правительство решает вопрос, как загрузить эти промпарки и открыть там новые места. И яркие примеры того, что вот поездка в Мурашин, мы встретились с представителями бизнеса, которые пришли к нам из Коми, которые строят в Мурашинском районе фанерный комбинат. Там инвестиции порядка 5 миллиардов рублей, это 400 рабочих мест. Но к этим 400 рабочим местам там появятся еще рабочие места, надо их кормить, надо их обслуживать, все остальное. Да, это все освещено. Да, вот буквально недавно у нас здесь приезжали представители Тушенко, это тоже строится фанерный комбинат, инвестиции порядка 6 миллиардов рублей, строительство нового медицинского центра, по крайней мере, есть договоренности. Вот уже правительство ведет работу для того, чтобы привезти и здесь создать новые рабочие места. У нас в Янских Полянах построена большая такая промплощадка, ее же нужно тоже загружать. Вот на сегодняшний день нужно найти и тот бизнес, который зайдет и там будет заниматься производством. Это работа большая, с лесом очень много проблем. На сегодняшний день мы приняли закон, буквально на прошлом заседании западательного собрания, о том, чтобы в области появились приемные пункты, чтобы учет вести каждую древесину, чтобы у нас не уходило в ней непереработанном виде. То есть вот не уходил круглян, а где-то это все там складировалось, перерабатывалось. Как можно больше самим здесь что-то хорошее производилось. И мы бы тогда получали работу. То есть вот эти все наши маленькие пилорамы, которые существуют, а сейчас порой многие ко мне обращаются, что нет леса. Так давайте посчитаем, заведем учет. И, собственно говоря, представители тех, будем говорить, наших всех лесных кооперативов, которые работают в лесу, они согласились, они поддержали этот закон. Эта работа строится по какому-то графику, где обозначаются какие-то опорные моменты. К этому времени должен быть сделан этот шаг, затем следующий шаг. То есть мы идем к какому-то системному решению проблемы. Мы идем к тому системному решению того, что правительство для себя поставило, значит, разобраться со всем бюджетом, посмотреть со всеми нашими долгами, как их закрывать. И главное посмотреть, что есть в области. Привести ревизию, некий аудит. Разобраться с лесом. Разобраться с теми вопросами, будем говорить, с переработкой, то, что у нас происходит. Если уж говорить, по большому счету, у нас неплохо развито сельское хозяйство. Значит, как помочь для того, чтобы добиться более таких высоких результатов и сделать, чтобы здесь перерабатывалось то, что мы здесь производим. Потому что очень много молока выводится за пределы области. Поэтому, наверное, здесь нужно строить какое-то производство. Я знаю, что у одних из представителей того, будем говорить, рейтинг, есть планы строительства, будем говорить, по переработке молока и производства сыров. Ну, то есть, дать возможность вот этим людям, оказать им помощь для того, чтобы как можно быстрее на имеющейся у нас базе создать новые предприятия, создать новое производство для того, чтобы можно было обеспечить людей работой. С вашего позволения, я начинаю подключать наших слушателей. Я имею в виду вопросы, пришедшие на сайт эхокирова.ру. Семен интересуется, как вы выстраиваете отношения с оппозиционными фракциями в ОЗС. Ваше мнение об оппозиционных депутатах. О депутатах удается ли находить с ними общий язык. Ну, видимо, Семен вспомнил про ваш брифинг в начале ноября, где вы говорили о том, что не видите профессиональных людей и среди оппозиционных партий готовы возглавить комитеты ОЗС. Я могу сказать, что мы с ними работаем и работаем очень активно. Есть предложение. Даже могу вам сказать, что вопрос, поднятый о том, чтобы прекратить голосовать по доверенности, он прозвучал не только от партии «Единой России», но и от представителей партии ЛДП. То есть мы это приняли решение и поддержали. Если у нас есть от партии «Справедливая Россия» Скворцов является заместителем комитета по промышленности, никаких вопросов нет, человек изъявит желание и работает. Поэтому я считаю, что мы выстраиваем конструктивную работу. Те поправки и те изменения в регламент, которые предлагаются от оппозиции, рассматриваются рабочей группой. А в чем суть, поясните, кстати, многие не понимают поправки. За нарушение регламента какого рода? Вы знаете, нарушение регламента, что... Нет, там много понятных позиций. Да, там много позиций. Но одна из позиций, чтобы председательствующий, если входил в дискуссию по этому вопросу, передавал право председательствовать одному из заместителей, а сам участвовал в этой дискуссии. Вот этот вопрос рассмотрели на рабочей группе, теперь его обсуждаем, в феврале вынесем заседание, будем смотреть. Поэтому я еще раз хочу сказать, что не просто от меня или от партии «Единой России» нужно искать и от представителей других партий желание работать вместе. Вместе? Вместе. Для чего это слово? Да. Но если люди голосуют против бюджета, то, наверное, мы вместе работать не желаем. А если бы мы проголосовали за бюджет вместе, то тогда бы мы вместе работали и думали, как этот бюджет притворять в жизни. Как решить, чтобы мы этот бюджет рачительно исполняли. А просто вот говорить, и там, я не знаю, о чем-то там, вот бюджет он такой-то, там такой-то, такой-то. Но проголосуй, скажи, где найти что-то. А просто или воздержаться, или проголосовать против. Ну, наверное, для этого человек шел в законодательное собрание, чтобы считать, что вот я проголосовал, и все очень здорово, все очень прекрасно. У нас сейчас были традиционные рекламы. В середине часа мы скоро продолжим наши разговоры. Я напомню, что мы собеседник Владимир Быков, представитель законодательного собрания Кировской области. Продолжается наш эфир. Владимир Быков, представитель законодательного собрания Кировской области. Именно с ним мы ведем беседу предновогоднюю. Кстати, да, в конце нашего разговора, я думаю, мы затронем новогоднюю тематику. Я имею в виду, в том числе, пожелания и планы работы на будущий год. Давайте о городских делах поговорим. Когда вы покидали пост главы города Кирова, вы так перепразировали немножко, вы говорили о том, что вы все-таки останетесь в городе, будете жить заботами и проблемами города в чем это выражается на протяжении последних двух с половиной месяцев, пока вы находитесь в должности ВЗС как участвуете в городской жизни? ну, во-первых, я в таком угоне можно сказать, что в режиме реального времени взаимодействую с администрацией взаимодействую с городской думой, главой города но если говорить реально, то опять же вот это желание привлечения всех, будем говорить, средств, которые могут возникать по каким-то проектам вот буквально 13 декабря состоялись парламентские искушения в Государственной думе ну, если говорить просто по вопросу благоустройства нашей страны, благоустройства регионов, городов, малых городов и рассматриваются четыре позиции тоже, кстати, проект партии Единая Россия почему Единая Россия? ну, потому что все остальные партии за бюджет не проголосовали поэтому партия вправе распределять средства 20 миллиардов направлено на вот эту программу там 4 подпрограммы это на все регионы? это не все а, не все а всего лишь 72 региона 20 миллиардов на 72 региона на 72 региона нам, нам выделили 285 с половиной миллионов рублей это дворовые территории это ремонт домов культур это ремонт малых театров, малых городов и парки и скверы вот, четыре подпрограммы будет и софинансирование сейчас до конца декабря месяца Министерство строительства Российской Федерации определит порядок и к 1 марта мы уже должны будем представить те объекты, которые мы будем приводить в порядок в 2017 году на вот эти 285 с половиной миллионов рублей программа эта на 5 лет то есть каждый год, если мы будем получать по 285 миллиардов рублей это получится более миллиарда рублей я думаю, что таких средств, наверное, вот в нашей сегодняшней ситуации сложно будет найти в бюджете любого муниципального образования для проведения ремонта дворовых территорий площадей, скверов, парков вот эти средства нам дает федеральный бюджет софинансирование в обязательном порядке софинансирование в обязательном порядке какое оно будет там 10 процентов, 20 процентов это вот сейчас будет определенным строем и вот буквально в пятницу у нас здесь 16 числа был министр строительства он это подтвердил все эти фразы это реальная помощь нашему городу и региону в целом я имею в виду город у нас Киров и право вот распределение этих средств оно дается регионам поэтому вместе с губернатором будем определять, где наиболее на сегодняшний день важно будет помочь ну естественно каждый муниципалитет должен соответственно оказывать и свою долю в участии этого проекта мнение жителей будет? мнение жителей при этом будет учитываться мнение жителей именно те кто изъявит желание вот дополнительно что-то сделать у себя во дворе значит в первую очередь средства будет выделяться им плюс контроль выполнения всех этих работ поэтому здесь вот действительно эти средства они пойдут как вот собственно говоря продолжение программы местных инициатив которая у нас в области очень активно внедрялась и внедряется и люди же действительно многие считают что какую-то часть денег положили они какую-то часть бизнес какую-то часть бюджет и получается нормальный хороший результат вот первый пока я еще раз хочу сказать маленький пример того что такая совместная работа и с партией и с государственной думой дает нам результаты у нас кураторы будут если их брать по дворовым территориям общий проект будет отвечать председатель комиссии по городскому хозяйству Камышев Александр вот по домам культуры Азимов Рахим вот представители общий весь этот проект будет курировать зяблых роман поэтому я уверен что мы не просто эти деньги используем по назначению а наоборот вот вместе с правительством в области составим программу пятилетнюю в общем-то приведению в порядок наших малых городов тем более следующий год год экологии поэтому наверное уже пора взяться за то чтобы всю эту грязь весь этот мусор убрать с улиц наших городов не только Кирова но и всех остальных поселков всех наших населенных пунктов нашей области федеральный центр будет четко отслеживать как деньги осваиваются что называется как это все и развиваются правильно вы прекрасно знаете что федеральные средства они всегда отслеживаются они всегда контролируются поэтому исполнение вот этих 285 миллионов рублей оно должно быть исполнено за 2017 год поэтому именно в марте уже будут средства для того чтобы провести соответствующие акционы торги и за летний период времени выполнить эти работы Москва по итогам года оценит и будет уже приниматься дальнейшее решение выделять следующие суммы или не выделять для того что мы должны 1 октября представить в Москву программу на пять лет и с учетом собственно говоря выполнение вот этого вот программы вот этого маленького пункта вот этих использования средств естественно по назначению это все будет проверяться это все будет контролироваться я думаю что это не просто будет контролироваться но сами жители будут наблюдать и смотреть за этой работой давайте сейчас поговорим о главных событиях уходящего 2016 года по инициативе депутатов городской думы ранее был составлен список из 16 событий проголосовать можно было на сайте администрации на сайте Кировской городской думы на других ресурсах и вот определили что называется победителей в сайте в голосовании приняло участие более 5000 жителей нашего города на первом месте на первом месте строительство путепровода в микрорайон Чистые пруды у нас оказалось как главное событие выходящего в группу вернее продолжение строительства этого объекта вы знакомились да с результатами голосования безусловно насколько они объективны ну я думаю если говорить что первое место занят путепровод это наверное очень важно для всех и кто живет там и кто не живет там потому что строительство путепровода позволит значительно в общем то снять напряжение и в центральной части города тем более что вокруг этого проекта ходили ну такие я не знаю фантастические предложения о том что все прекратили строить пока не построят мост Крым не будут строить здесь и очень отрадно то что мы вы считаете что это безосновательное заявление мы видим в бюджете следующего года средства 650 миллионов на будущий год на продолжение строительства да в семнадцатом году на продолжение строительства поэтому это не какие-то там сказки это реальное дело и мы уверены в том что вот та строительная фирма наш мостоотряд 46 он в состоянии не просто освоить а выполнить работу качественно поэтому я считаю что это наверное одно из важных таких действительно событий которые может придавать на первое место продолжение благоустройства и установка в городе Кирове новых памятников это второе место ремонт дорог в городе Кирове выборы ОВЗС и избрание нового главы города это дальше следует по этому по этому списку тоже все на своем месте да согласны именно с тем что именно эти позиции получили ну вы знаете ведь новый памятник это вообще появляется красивое место не просто памятник появился а вокруг этого памятника происходит благоустройство да то есть территория она по-иному начинает смотреться и появляется красивое место отдыха для жителей города я бы добавил я бы добавил там строительство школы это тоже очень важно микрорайонизирование это тоже очень важный проект если мы говорим о событиях года это четыре детских сада которые построили в шестнадцатом году и ввели поэтому я просто вот считаю что город сделал много и немало а если уж говорить о цветниках то наверное за последние годы впервые в городе появилось ну таких не просто уже каких-то там клумб а уже какие-то такие композиции которые действительно очень красиво смотрятся и все кто приезжает говорят да действительно у вас здесь очень здорово просто если вот говорить о такой комплексной задаче просто ее нужно продолжать несмотря на трудности находить средства для того чтобы благоустройство проводить и вот собственно говоря в подтверждении вот этих всех оценок благоустройство установка памятников и эти средства которые мы получим из федерального центра это продолжение собственно той же работы сделать красивый двор человек выходит из подъезда там все красиво все хорошо у него наверное настроение совсем другое но вы лично будете принимать в этом участие я имею ввиду лично прикладывать усилия для того чтобы как можно больше средств привести и буду участвовать в субботниках буду делать сажать деревья хотя тут многие там стептически к этому относятся но хотя бы каждый посадил по одному дереву наверное в городе им было гораздо больше а как вам предложение общественности будет реализовываться проект 30 скверов еще три десятка зеленых уголков появится в нашем городе от общественности исходит вот если общественность с этой инициативой вышла и эту инициативу доведет до логического заключения до конца и появится сквер я вместе с ними буду там трудиться и работу хорошо остается буквально минутка у нас до конца раздовора доведет 2017 год с каким настроением встречаете данный год с каким настроением провожаете год ушедший пожелания возможно советы рекомендации по поводу того как нам стоило бы провести год наступающий провожать уходящий год всегда наверное как-то жалко потому что в этом году были события которые и в личной жизни и в твоей служебной деятельности которые ну будем говорить знаковые что говорить о новом 2017 ну я думаю что нужно трудиться год выборов в городскую думу в том числе самое главное ну год выборов в городскую думу это важный вопрос у нас не просто год выборов в городскую думу у нас год выборов и губернатора а следующий год и год выборов президента поэтому вот вся работа которая еще не была выполнена в шестнадцатом году она должна иметь продолжение в семнадцатом году а что касается выборов ну я уверен что наша партия будет активно участвовать в этих выборах я знаю что ну наши парламентские партии также уже сегодня готовятся к этим выборам и также будет активно принимать участие поэтому кандидатов будет очень много ну время покажет чья программа будет лучше кто будет более убедителен но я считаю что вот то что уже сделано в единой россии это уже наверное говорит о том что партия которая является партией реальных дел это подтверждается подтверждается всеми теми проектами которые сегодня притворяются в жизни так что семнадцатый год будет тяжелый но я уверен что вот те экономические проблемы те трудности которые сегодня у нас в стране они с каждым годом будут уходить и я уверен что в семнадцатом году мы можем сделать гораздо больше несмотря еще раз хочу сказать на те экономические трудности по выборам ну будем бороться тема выборов это отдельная тема на которую предлагаю в будущем поговорить да о ней можно говорить уже ближе в апреле месяце ближе к началу собственного избирателя на этом завершается наш разговор Владимир Быков председатель законодательного собрания Киевской области спасибо всего доброго до свидания до свидания